Приветствую вас! Чтобы ответить на вопрос, потребуется немножко поиграть с воображением и представить себе следствие речи. Предположим, что у нас есть с вами стол, который состоит из такой досочки, которая в данном случае обозначает именно то, что делает вас востребованным партнер в отношении молодыми людьми. Или не делает, в зависимости от ситуации в целом. И далее, у этого стола есть ножки. И данные ножки составляют его форму, его вид, его обличие, его лицо, можно так сказать. И вот, если мы хотим с вами понять, почему у вас не получаются отношения с молодыми людьми, то нам, безусловно, как это видится мне, ну и нам будет разобрать эти самые ножки стола. Но для начала, для начала, для того, чтобы ваши отношения с молодыми людьми выстраивались хорошо, для начала, чтобы ваши отношения с молодыми людьми получались. Нужно, чтобы мужчина чувствовал себя с вами мужчиной, а вы, чтобы чувствовали себя с ним. Женщины. Без этого невозможно совершенно выстраивать никакие отношения. И теперь, у нас с вами получается такая ситуация, что нужно понять, какая женщина вы и какой вам нужен мужчина. Я полагаю, что именно это и является ключевой моментом. Мужчина только тогда будет чувствовать себя с вами мужчиной, когда вы будете чувствовать себя женщиной. И вот вопрос, который у меня есть к вам. Вопрос к вам, это только какая вы женщина? Что определяет вас как женщина? И это ключевой момент. Потому что, исходя из этого, вам можно понять, какой вам нужен мужчина. А вот уже, что вам нужно для того, чтобы чувствовать себя женщиной. Вот уже, что вам необходимо для того, чтобы чувствовать себя востребованной, может быть, чтобы чувствовать себя важной, значимой и так далее. Это уже и является теми самыми ножками стола, которых я вам рассказывал. Вопрос к вам. То есть, сперва мы с вами выделили основу. Я надеюсь, что выделили основу. И поняли, что основа – это ваше поведение. Такое вот женское поведение. В классическом значении этого слова. Женское поведение определяет то, какой вам нужен мужчина. А далее нужно понять, что вам мешает быть женщиной, то есть самой собой. И какой вам, исходя из этого, нужен мужчина, опять же, для того, чтобы быть самой собой. Вот об этом я и рекомендую вам подумать. И исходя из данного аспекта, можно будет понять, что же вам все-таки мешает чувствовать себя женщиной. Что мешает вам чувствовать себя востребованной с мужчинами, я имею ввиду. И что мешает вам выстраивать с ними, опять же, адекватные отношения. Такие, ну, чтобы вас устраивало. Такие, чтобы вам, условно говоря, нравилось быть. И, на мой взгляд, это является ответом на ваш вопрос. Конечно, я могу согласиться с коллегами о том, что нужно с вами побеседовать, нужно с вами поговорить. Потому что, вот так, по одному только вопросу, ответить на вопрос, почему нельзя. Причин, действительно, может быть много, очень много. Но, именно, вот именно саму цель, именно само направление, я надеюсь, вам задам. Чтобы вы понимали, куда именно вам двигаться. Чтобы вы понимали, куда именно вас стремиться и в какую сторону копать. А уже захотите ли вы это делать сами или с помощью психолога, это уже решать, я надеюсь, вам. Я также надеюсь, что вы это понимаете. Я надеюсь, что вы отдаёте в этом себе отсчёт. Ну, хотя бы просто потому, что это действительно очень важный момент для вас. То есть, теперь, по сути, всё зависит от того, насколько серьезно вы готовы заниматься своей проблемой. То есть, если вы готовы проблему решать свою всесерьез, то можно вам, безусловно, помочь в этом. Если вы просто интересуетесь, так скажем, абстрактно, то это уже более чем достаточно, этого более чем достаточно для того, чтобы удовлетворить ваше любопытство. По этому всё. Надеюсь, что помогу вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok